Продолжение следует... Кто уж точно столкнулся, то это, конечно же, фармацевты, Заны в частности. Конечно же, и вы. И вот хочется узнать, ну вот какова ситуация на сегодняшний день системы здоровья, как вообще ее введение повлияло на вашу работу, на работу аптек в целом? Ну, конечно, что она повлияла с 1 января, мы перешли на обязательное обслуживание рецептов. Но с каждым днем она все улучшается и улучшается. Например, если в первые дни это были очень большие зависания, система не работала, были трудности с видой рецептов, то сейчас уже, если что-то не работает, это очень маленький срок и не влияет длительно на работу фармацевтов. На прошлой неделе в нашей студии мы уже обсуждали систему здоровья, ее внедрение с 1 января. И звонила нам одна телезрительница и говорила, что испытала немало трудностей, чтобы приобрести лекарство. В аптеке она пару раз туда приходила, все время что-то зависало, что-то не могли найти. Вот прокомментируйте эту ситуацию. Это чья ошибка? Надо еще добавить, наверное, то, что основные трудности, конечно, вызывало, ну, во-первых, для самой нашей телезрительницы, то, что ей она не могла получить то лекарство, которое ей было необходимо, плюс она создавала большую очередь. Люди, конечно же, расстраивались, негодовали, ну, как всегда, это создавало волнение в очереди. В общем, со всех сторон пострадавшие. Вот как часто вообще это происходит? Такая ситуация может нужна, если есть ошибка, да? Если все нормально, все работает, тогда такой ситуации не должно быть. В клинике тоже могу посоветовать. Иногда бывает так, фармацевт говорит, придите через час или придите в следующий день, но иногда это ошибка врача, ее может исправить только врач. И если даже мы не будем, ну, связаны с врачом, да, на следующий день будет тоже самая ситуация. Так что лучше всегда в аптеке, присутствии фармацевта, попытаться дозвониться до врача, чтобы он проверил. Может быть, там не нажал кнопку подтверждения рецепта, и в этом вся проблема. Такая основная проблема, что врач, наверное, не всегда может поднять трубку, у него все-таки тоже свои клиенты, которые надо принимать. Да, бывает такое тоже, что, ну, врач не может все время 24 часа в сутки говорить по телефону, это тоже бывает так. Ну, вот есть дозвонившийся человек нам в студию, он, правда, не пожелал выйти в эфир, но, тем не менее, вот режиссерская сообщает, что и сегодня тоже во многих аптеках как-то зависла система в Риге, и в течение нескольких часов невозможно было ничего приобрести через систему здоровья. По моим данным, это было около 11 часов с утра, было такое, да. Но на данный момент все восстановлено, система работает час-полтора часа. Ну, это довольно-таки много для работы аптеки. Как в таком случае действуют фармацевты, работники аптеки? Что тогда? Мы пытаемся объяснить человеку, да, что, ну, мы не виноваты. И даже если он пойдет в другую аптеку, будет та же самая ситуация. Мы все соединены в одной сети, да. Если не работает система, значит, не работает ни в одной аптеке. Но на данный момент до сих пор очень много бумажных рецептов, да, так что это только влияет на людей, у которых уже выписаны электронные рецепты. Каковы еще трудности в работе с системой здоровья для фармацевтов? Вот что происходит тогда, когда, например, один фармацевт, один коллега должен заменить другого коллеги? Как тогда с доступом в эту систему? С точки зрения вот нынешней системы очень трудно, потому что фармацевт, он привязан к конкретной аптеке, да, не только к сети, да, например, Евроаптека, но до уровня аптек. Но уже ввели обновление, да, и мы можем временно замещать фармацевтов. Это надо сообщать общество фармацевтов Латвии, да, так что нашли уже выход из этой ситуации, потому что бывает, что коллега заболевает, да, или, ну, какие-то другие обстоятельства. Так что есть уже решение на данный момент, да, если надо заменить коллегу в другой аптеке. Выслушаем мнение нашего телезрителя, принимаем первый телефонный звонок на сегодня. Добрый вечер, говорите, мы вас слушаем. Алло, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. У меня будет такой вопрос. Вот я сейчас сижу перед телевизором, смотрю. Говорят, что лекарство, вот для лекарства лекарство со стопроцентной скидкой, 75% скидка. Да все это фигня, брехня сплошная. Я покупал лекарство со стопроцентной скидкой, а доплачивал 16 евро. Как это понимать? Спасибо большое. Это всегда в ситуациях, если человек покупает не референтный, это самый дешевый препарат в Латвии, да, и даже если врач указал компенсацию 100%, это никогда не математическая компенсация. 100% компенсируется самый дешевый медикамент в списке, ну и разницу должен доплачивать человек сам. Эту ситуацию всегда можно обсудить с фармацевтом в аптеке, если врач не запретил замену медикамента, но если врач запретил нам, фармацевтам, поменять медикамент на более дешевый, тогда это надо уже обговаривать своим врачом. Давайте возвращаемся к теме э-здоровья. Вот потребовало ли это дополнительных средств обучения фармацевтов, а также работников аптек внедрения этой системы? Конечно, что потребовало, потому что у нас есть разные поколения людей, да, если для молодого поколения фармацевтов э-среда очень легко они обучались, то, например, коллеги с опытом, это для них что-то новое, и были трудности. Но у нас были инструкции, у нас были лекции, обучение, да. В основном обучали руководители аптек, чтобы они уже дальнее могли обучать своих работников. Ну и разработка системы, конечно, что потребовало очень большие средства с руководства и вообще с евроаптеки. Давайте примем еще один звонок от телезрителей. Добрый вечер, мы вас слушаем внимательно. Здравствуйте. Здравствуйте. Они говорят, нет, не ходите даже по аптекам, это бесполезно. И до каких пор это будет продолжаться? Хорошо, у меня компенсируемые лекарства, но у меня две таблеточки есть. А у кого нет таблеток, не хватает, с сахарным диабетом, что им делать в таком случае? Спасибо. Спасибо большое. Ну вот, видимо, наша телезрительница как раз-таки попала в тот самый час пик. Если вы звоните нам из Риги, конечно, да, то это то, о чем мы сегодня уже говорили. Это было во всем, во всей Латвии. А, во всей Латвии, не только в Риге. Во всей Латвии. Это не только, это не делится на регионы. Если она не работает, значит она не работает в Латвии. Но я думаю, она попала просто вот в такие ситуации, когда вот совпало. Вчера, может быть, тот момент, но вчера я, у меня нету свидетельств, что было такие зависания, да. Сегодня, да, я знаю, что были, но вчера система работала, ну, весь день. Так что, можно позвонить в аптеку и спросить перед тем, как человек хочет к нам прийти, чтобы мы его обслуживали. Можно по телефону связаться с аптекой, да, и уточнить, ну, все ли в порядке, могу ли я приходить. Но, я говорю, это самое начало, и такие вот зависания могут и продолжаться. Как-то работникам аптек объяснили, из-за чего такое зависание произошло, или никто до сих пор не знает? Мы очень работаем в связи с НВД, Национальной связи с ДНСЦ, мы исправляем ошибки. Мы про них говорим, сообщаем, да, и есть ситуации, когда, ну, уже ночью это делать невозможно, да, когда, чтобы не повлияло на дальнейшую работу системы, да, они это делают днем, да. Так что, ну, я говорю, последнее время это бывает очень редко и на короткий, короткий такой, ну, срок времени. Давайте выслушаем еще наших телезрителей. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем внимательно. Добрый вечер. У меня вопрос. У меня брат второй группы инвалид после инсульции. Проблемы с разговором. Он, во-вторых, передвижение ограничено, он передвигается в определенное время. Что, каким образом можно получить лекарство в аптеке, если нужен тест-то на аптеке на шесть документов? Инвалид второй группы. До аптеки дойти не может, не разговаривает. Спасибо большое за звонок. Да, как в такой ситуации? В наших аптеках мы можем найти человека по персональному коду, да. И, например, я понимаю, надо всегда помогать близким и родственникам, да. Если вы знаете персональный код своего брата, вы можете прийти в аптеку, назвать его персональный код, но показать свой паспорт или идентификационную карту, да, ну, свою, да. Но персональный код пациента, да, и тогда мы можем в системе отобрать его рецепт и уже выдать эти медикаменты. Так что это, ну, не без... ну, можно из этой ситуации выйти как-то. А мне все-таки хотелось бы вернуться к предыдущему звонку наших телезрителей и к той части вопроса, которую мы как-то вот случайно пропустили, но к очень важной части о том, что происходит в тех случаях, когда человеку, вне зависимости от того, вот зависла система здоровья, препарат нужен именно сегодня. Какие-то вот тяжелые заболевания, которые требуют регулярного, буквально по часам приема медикамента. Как тогда? В официальной версии, ну, как бы с Национальной связи, Лейбс Денис тоже такая, да, что в ситуациях, которые, ну, уже могут повлиять на здоровье человека, на его жизнь, да, мы можем вызывать скорую помощь, да, или он сам может уже обращаться к скорой помощи, да, ну, и тогда будем смотреть, или скорая помощь выписывает рецепты, или это уже делает в больнице ему, да. Бывают такие ситуации, они могут быть такими, да, но тогда есть, я говорю, или больница, или скорая помощь, которые могут помочь в этой ситуации. Но без рецепта давать медикаменты в Латвии мы не можем, как фармацевты. Ну, может, таким способом можно выйти из этой сложившейся ситуации, когда пока на начальном этапе система все-таки зависает, надо у семейного врача требовать бумажные рецепты, и может ли это делать пациент? На данный момент официально, если не работает система, врач может выписывать бумажный рецепт. Не так, что, например, если система не работает, а не может, то у него нет никаких других вариантов, да. У них есть до сих пор бумажные рецепты, они могут это выписывать, если, например, во времени приема, да, система не работает, да. Ну, это или, или, а можно, чтобы это дублировалось и рецепт, и бумажный просить, для того, чтобы на случай, если вдруг система дала сбой, иметь на руках какой-то документ? Их можно соединять, да, например, в рецепте можно указать номер бланка, который выдал доктор, да, и тогда мы просто в аптеке просим, чтобы человек нам этот бланк отдал, да, так что они могут быть соединены. То есть, получается, можем ли мы сегодня дать совет нашим телезрителям, отправляясь к семейному врачу, просить продублировать э-рецепт бумажным рецептом? Я бы хотела сказать так, если система работает, и врач может выписать э-рецепт, да, тогда, ну, нет смысла выписывать этот бумажный рецепт. Но если, например, лекарство заканчивается, ну, можно и так выйти из этой ситуации. Но если врач, например, смотрит, и система работает, а пациент пришел в аптеку через день или через два часа, а система, например, не работает. То есть, есть ли возможность просить и, просить бумажный рецепт вместе с электронным рецептом? Можно, они будут соединены, да. Ну, только проблема, получается, наверное, двойная работа все-таки для врача выписывать два раза. Да, да, если вручную еще и рецепт выписывать, да. Но я говорю, эти, ну, сбои системы, да, если мы сравняем первый январь, да, и уже нынешний, одиннадцатый январь, да, то это уже, ну, очень отличается ситуацией, да, глобально, да, не отличается. И может быть, последнее на эту тему бумажные рецепты, как долго аптеки будут их принимать? Пока кончится у бумажного рецепта срок сдачи, ну, когда дата выписки 90 дней, да, и есть рецепты, которые выписываются на целый год. Так что мы будем принимать эти рецепты, ну, пока они будут поступать в аптеку. И до сих пор не так, что все рецепты электронные, да, есть рецепты, которые до сих пор и будут выписываться в бумажном виде. Давайте, прием еще один звонок от наших телезрителей. Добрый вечер, здравствуйте, как у вас с эздоровьем? Давайте, прием еще один звонок от наших телезрителей. Эй, классотесь, кунзидцы симпатисты, кунзидцы, ведь они и так талу, но реаллась астадзива, но реаллась племнеку дзива. Пасекать, как от человека кустые потравцаемые, например, или кустые, слимы человеку, скачать от одного из другого, и думать, куда вы можете запрещать рецепты. Каури, кунзидцы, не скажи, что они не могут скаидры, что это 10% или 75% отлайдзи, это только по правилу, а по правилу, по правилу, Ну, вот такой звонок. Ну, давайте прокомментируем. Ну, я говорю, это, ну, очень много мнений и много недопониманий про эти проценты, да. Я понимаю, когда я смотрю на рецепт, да, и вижу 100%, 75%, да, и зная математику, да, всегда можно вот это на калькуляторе даже можно понять, да, что иногда есть ситуации, когда это не 100%, да. И за 100% компенсации он и рецепты всегда надо доплачивать взнос пациента, 71 цент за рецепт, да. Так что я говорю, ну, очень трудно это понять, но такой закон у нас в государстве, да. Да, и человек сам доплачивает за препарат, который стоит дороже, да. Государство плачивает только сумму от самого дешевого медикамента в группе, да. Ну, я говорю, это личное мнение вот пациентов, но я понимаю, почему оно такое, я могу понять это. Ну, а в целом, наверное, говоря о системе здоровья, всем нам надо понимать, что она только-только была внедрена, и, конечно же, есть свои сложности. Наверное, должно пройти немного времени для того, чтобы все устоялось и начало работать действительно хорошо и гладко. Спасибо вам большое, тоже вам терпение в этом новом деле. О том, как вводится система эздоровья в аптеках, сегодня мы говорили с нашей гостьей, фармацевтом, руководителем по качеству сети Эуроаптека Занны Мелбергой. Продолжение следует...